Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос Постоянно снится бывшая девочка полгода назад где-то расстались не по своей воле После таких снов чисто беспокойство внутри Что делать? Ну во-первых Что значит расстались не по своей воле? То есть вы расстались не по своей воле лично, Михаил Или девушка с вами рассталась не по своей воле То есть кто не по своей воле Но если вы оба расстались не по своей воле Например из-за каких-то обстоятельств Ну допустим Вот То ваша реакция она в общем-то более чем понятна Потому что Осталось Осталось что-то незаверщённое Осталось Ну как бы чувство такое Как бы фрустрации Вот И И У вас это не завершилось Ну то есть Незаверщённое Осталось И Соответственно вам нужно завершить это Вам нужно это завершить Ну как я Как я думаю Вот Как я думаю вам это нужно завершить То есть что такое Что значит завершить? Завершить Завершить это значит Прожить до конца Расставание Вот Может быть Может быть Принять до конца Ну То факт Что Тот факт Что вы расстались Вот Сейчас вы этого Не делаете Сейчас вы Судя по всему Ещё Как-то Ну 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 Как-то боретесь С С обстоятельствами Вот Вот Я бы не сказал Что это прямо плохо Да Всё-таки Ну Человек вам Был дорог Я имею ввиду Тот С которым Вы В отношениях Находились И Естественно Какая-то борьба есть Вот Вот Другой вопрос Заключается в том Как мне кажется А Насколько это Вот Ну Чисто Объективно Да Насколько это Борьба Вам Как-бы Идёт на поле То есть То есть Как-бы Делаете ли вы Что-то На самом Деле Сейчас Для Того Чтобы Ну Для того Чтобы Быть С Девочкой Или Нет Вот Это Не означает Что вы Должны Ни в коем Случа Ни в коем Случа Никто Не говорит О том Что вы Должны У Я здесь А Исключительно Говорю О А А Вашем Должн Состоянии Которое вы Испытываете Ну Сейчас И Всё Вот Поэтому Как-бы Такая Вот Ну, может быть, может быть, точнее, не может быть, а, скорее всего, вы переживаете, вы переживаете больно, вы переживаете некое такое подавленное состояние, вот, это всё нормально, это всё абсолютно нормально. Вот, то, что, ну, то, что, то, что вы испытываете. Другой вопрос, насколько это всё вот, ну, как бы, для вас, ну, продуктивно, да, не разрушает ли вас это изнутри. Вот. Ну, как бы, судя по тому, что вы описываете, я могу сделать такое небольшое предположение, что, возможно, вас это всё-таки разрушает. Вот. И если вас это разрушает, то, ну, конечно, в этом случае желательно обратиться к психологу, да, для того, чтобы вот... помочь вам, например, это прожить, помочь вам увидеть для себя новые цели, новые смыслы, новую направленность, скажем так, для себя. Да. Новую, новую направленность. Вот. И, как бы, ну, вынести из этого какой-то опыт. Вот. А сейчас, как вы, ну, как вы сами понимаете, да, никакого опыта вы не выносите. Только, только, только беспокойство, только, вот, только тревожность, страх и так далее. Вот. Ну, по большому счёту, да, можно говорить о травме. Вот. Можно говорить о том, что у вас, а-а-а, травма. Вы травмируете. И, на мой взгляд, ну, чем быстрее вы это признаете, тем будет лучше. Вот. Для вас будет лучше. Потому что, пока вы не признаёте проблему, да, вот, пока вы стараетесь как бы от этого бежать, да, вот, ну, ничего хорошего из этого сами, как вы видите, не получается. Вот. Вам тяжело. Это понятно. Вам нелегко. Это понятно. Вам нелегко. Вам трудно. Это точно понятно. Вот. Но, как бы, я не буду сейчас говорить о будущем, да. Потому что, скорее всего, вы не можете посмотреть сейчас на будущее. Ну, и не нужно это, в принципе, сейчас. Но, позаботиться о себе, позаботиться о себе и всё-таки, ну, признать проблему необходима. Так мне кажется, так я думаю, так оно, как правило, обстоит, ну, вот, как бы, с точки зрения моего опыта и психологии. Поэтому, если говорить о том, что делать, то начинать пойти на психотерапию, да, вот, к психологу, пока это не перерасло, что-то такое более тревожное, более серьёзное, вот, когда уже понадобится врач, вот, клинический психолог, психиатр и так далее. Вот. И здесь очень часто помогает терапия с мыслом, да. То есть, ну, возможность увидеть ситуацию под другим углом, вот. Вот. То есть, увидеть в этом какой-то смысл такой, можно сказать, ну, можно сказать, высший смысл. Увидеть в этом. Вот. Не всегда. Не всегда. Получается. Безусловно. То есть, это сложно. Это непросто. Это непросто. Непросто увидеть. Смысл в том, что причиняет боль. Совсем непросто. Вот. Но это реально. Это реально. Сделать это, ну, более чем реально. Вот. Вот. Просто вам нужна помощь. Вот. Самостоятельно вы, скорее всего, с этим справиться, ну, не сможете. Если бы, если бы могли, да, то уже, ну, уже бы справились. Если бы могли. Вот. А так, не получается, и вытопчутся на место. С чего бы я начал, да? А я бы начал с выражения своих эмоций, с выражения своих переживаний. Вот. Я бы начал с того, чтобы, может быть, как-то вот поплакать. Если вам хочется. Потому что действительно это тяжело. Потому что, ну, потому что действительно это болезненно. И дальше уже двигаться куда-то. То есть у вас просто вот появится, как бы, ресурс. Вот. Что здесь, эээ, что здесь сны? Эээ, сны, опять, в данном случае, отражение, эээ, того, что с вами происходит. То есть те эмоции, которые вы нарекли. Вот. 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 Они дают о себе знать в виде снов. И если вот в течение дня за счет контроля, логики, объяснения вы это более-менее подавляете, то, ну, вечером во сне, когда логика не работает, у вас это проявляется. Вот. Ну, а беспокойство связано с, эээ, понятное дело, с желанием убежать. То есть я хочу убежать. Эээ, от того, что вот, ну, чувствую, вижу, да, понимаю, ощущаю, замечаю. Вот. Сусловно говоря, если мне не хватает девушка, да, то если я переживаю расставание с ней, то я об этом не говорю, вот, скорее всего. Ну, прям, я могу, там, как бы, жаловаться, да, я могу рассказывать о ней, да, о том, как мне было с ней хорошо. Ну, вот, я могу, я могу, там, как-то обвинять тех людей, допустим, которые, ну, из-за которых, я думаю, мы расстались. То есть я все могу делать. Эээ, но я не говорю чисто про себя, я не говорю о том, что со мной происходит, как я себя чувствую. Ну, а беспокойство, которое вы ощущаете, вот, например, когда говорите об этом, когда рассказываете. Эээ, беспокойство, это как раз про чисто ваши, чисто про ваши переживания, да. Но логика, эээ, человеческая, устроена таким образом, что нас она от этого отодвигает. Ну, особенно, если мы как-то вот считаем, что это, что это для нас плохое, вредное, неправильно и так далее. То есть тут вот есть такое вот противоречие. На этом все, я надеюсь, ээээ, что, эээ, помог вам, эээ, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Я надеюсь, что это позволит вам начать работу над собой. Эээ, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Спасибо. Спасибо.